мир вам братья и сестры салам алейкум мы с шейхом саидом обговаривали только что ситуацию в мариуполе мариупольскую мечеть какая там сейчас ситуация значит вчера пошла пришла информация что российские оккупанты жестко обстреливают новую мечеть мариуполе мечеть носит имя сулемана великолепного и его жены роксоланы это фактически мечеть была построена усилиями азербайджанской диаспоры и турецкой диаспоры и связи с тем что сейчас идет ковровые бомбардировки обстрел мариуполя пришла информация что стреляют именно очень жестко по этой мечети в подвале мечети в этот момент прятались граждане турции 83 человека из них 34 ребенка они пытались спастись в мечети в культовом сооружении от обстрелов дело в том что по нормам и правилам ислама нельзя трогать культовое сооружение мечеть это территория мира и никакой враг кроме беспредельщика не имеет права убивать людей на территории мечети судя по всему российским оккупантам никакие не моральные не божественные нелюдские правила не писаны они жестко обстреливали мечеть и мне вечером начали звонить турецкие парламентарии с просьбой выяснить какая там обстановка и если есть возможность выйти на связь с теми турками которые прятались в подвале мечети есть одна хорошая хорошая черта у московских оккупантов это то что они не делают разницы межконфессионные они с одинаковым вдохновением уничтожают церкви протестантские молитвенные дома мечети синагоги и вот все что видят то и уничтожают с ненавистью сатанистов вы же сами в донецке надо я в донецке родился и фактически до 2000 14 года жил в донецке почему уехали оттуда но после того как донецк был оккупирован мы еще пытались как бы показать нашу гражданскую позицию потом уже стало понятно что смысла в этом нет война уже как бы и оккупация стала четко понятно если мы в начале летом 2014 года надеялись на освобождение то уже после лавайской трагедии и последующих прямого ввода российских войск донецк которых мы видели просто на улице это были реально россияне которые ходили и на донецк смотрели так как будто бы они на марс прилетели не знаю с каких деревень они приехали что для них дом культуры какой-нибудь это было архитектурное выдающееся сооружение и потом началось преследование религиозных деятелей которые выступали против российской оккупации и в том числе я был в расстрельных списках об этом не сообщил протестантский пастор александр хомченко который попал на подвал которого очень жестко пытали в конце концов после этих пыток он умер но после того как его освободили он заехал сразу первую очередь ко мне в мечеть и сказал чтобы я уезжал потому что я также нахожусь в этих списках мне пришлось в сентябре 2014 года покинуть родной донецк вот собственно из-за этого я и выехал это важный момент тот что оккупанты в первую очередь уничтожают честных религиозных деятелей в том числе честных мусульман первым делом вносят их расстрельные списки очень многие убиты и они относятся к этому с ненавистью это они делали сначала на северном кавказе сейчас они это совершают украине это надо понимать что те мусульмане которые сейчас воюют за оккупантов они воюют против своей веры и против тех мусульман которые не не покорились этой их ней сатанинской власти то есть они впрямую идут против завета всевышнего и впрямую идут против своих единоверцев у вас есть сведения какая позиция мусульманских религиозных деятелей в москве мы внимательно следим за заявлением муфтиев и религиозных деятелей мусульманских из россии и основная масса они одобрили и поддержали путинскую агрессию против украины некоторые стыдливо отмолчались но я не слышал ни одного российского религиозного мусульманского деятеля который бы осудил эту войну например эпатажный муфтии талгат таджудин поддержал решение о проведении на территории украины специальной военной операции то есть фактически благословил чеченский муфтий саллах межидов сказал что война на украине это вообще джихад а те кто в ней участвует это воины на пути аллаха представитель духовного центра мусульман ингушетии ахмед сагов сказал что всем нужно сплотиться для того чтобы вот войну объявляться правильную президентом путиным поддержать и принимать в ней участие и так далее это не дословно цитирую но если кому-то интересно я думаю вы без труда найдете заявление всех этих религиозных деятелей я не могу назвать их лидерами скорее религиозных деятелей которые одобляют и призывают и даже называют джихадом войну против украины в том числе и против мусульман украины эти люди в фсб верят больше чем валах я думаю что валах они не верят вообще а вот в фсб верят эта практика религиозных дрессированных шейхов дрессированных попов содержать и плодить это давняя практика москвы вот сейчас мы имеем эти результаты московский режим уничтожил огромное количество мусульман в сирии огромное количество мусульман на северном кавказе это сотни тысяч там и сотни тысяч здесь сейчас уничтожают мусульман украины и вот эти вот так называемые шейхи поддерживают сейчас уничтожение мусульман и уничтожение украины мы привыкли скажем видеть нас так называемых московских православных московскую так называемую патриархию и и абсолютно проститутскую позицию по отношению к своим гражданам и по отношению к украинским православным то есть это ниже всего это даже не сатанизм это просто непристойно но вот сейчас мы наблюдаем то же самое и вот исламских деятелей от их мечети московского патриархата то все что связано с москвой сразу же мажет в грязь и сразу в адскую смолу мажет все кто имеет к этому отношения то есть эти люди попы эти шейхи все они будут гореть в аду в этом нет никакого сомнения вместе с путиным какова сейчас вот ситуация вашей мечети и я знаю что не только что вы так и так или иначе имеете влияние на около полумиллиона мусульман украины через уму через вашу религиозную организацию какова ситуация какое настроение много мусульман они являются воинами вооруженных сил украины в территориальных батальонах есть мусульмане парамедики волонтеры то есть те люди которые собирают пожертвования для того чтобы помочь армии помочь нуждающимся людям которые находятся под обстрелами мусульмане украина это абсолютно здоровая нормальная часть украинского общества мы неотъемлемы от украинского общества все проблемы и беды нашей страны и нашего народа это и наши беды мы отличаемся от остальных украинцев только то что мы мусульмане во всем остальном мы одинаковые мы свободно разговариваем на украинском языке мы уважаем культуру мы дорожим нашей родиной готовы ее защищать поэтому позиция верующих нашего духовного управления однозначно среди наших верующих мы не заметили никаких предателей я знаю сотни мусульман которые сейчас на фронте вот они обращаются к нам вот они просят и молитвы они просят различную помощь вот и даже вчера нам пришлось мечети после джума намаза женить мусульманскую пару и мужчина и женщина это украинцы принявший ислам они оказались в одном батальоне на войне и пока они живы они решили заключить брак чтобы неизвестно как дальше сложится судьба почему бы не создать свою семью чтобы жить в счастье и божьем благословении столько сколько господь даст этим людям и конечно же это было очень трогательное событие вот посреди войны людей которые пришли с оружием мечеть чтобы жениться женить это я не в первый раз такое делал но вот в киеве когда война докатилась до киева это впервые и хочу сказать что наша ума наши мусульмане украины мы будем со всеми нашими украинскими побратимами биться до победы очень важный момент что вот среди вот этих мусульман патриотов есть люди этнически разные то есть это украинцы это татары и татары крым крым крымские и татары волоско уральского региона на волоско уральского региона и кавказцы и и арабы и ну кто угодно то есть тут все и вот все они сейчас поддерживают украину и воюют за украину это очень важный момент что они проявляют солидарность и идут на войну и из любви к богу и из любви к этой земле то есть все вот эти разговоры москале о том что они кого-то тут освобождают от фашизма от каких-то там притеснений это глупости люди не хотят их освобождения люди мечтают о том чтобы это их сатанинская власть наконец закончилась и чтобы эта империя зла развалилась окончательно и мы этого обязательно добьемся мне просьба шейхсаид чтобы вы сейчас обратились вот мусульманам мира многие люди в странах традиционных христианских поддерживают сейчас украины на западе но мы не думаю вправе рассчитывать и на поддержку по крайней мере моральную и исламских стран вообще вообще мусульман не только на западе но и на востоке бисмилляхи рахмани рахим ассаляму алейкум уважаемые братьям и сестры мусульмане всего мира меня зовут шейхсаиды смогилов я являюсь муфтием духовного управления мусульман украины ума сейчас у нас всеобщая мобилизация в стране поэтому я сижу перед вами в военной форме я тоже один из защитников нашей страны вот я никогда не думал что мне придется вот быть так но российская агрессия и убийство наших людей вынуждают всех браться за защиту нашей страны я хочу к вам обратиться с призывом ради всевышнего аллаха помочь нашей стране всячески поддержать которая абсолютно несправедливо абсолютно не по законам аллаха подвергается жестоким убийством бомбардировкам и обстрелом со стороны российского путинского режима мы очень вольная справедливая счастливая страна украина всегда была счастливой страной те из вас кто может быть приезжали к нам в качестве туристов или учили здесь у нас вы знаете что украина эта страна очень добрых щедрых счастливых людей прекрасный светлый благодатный край если вы не верите спросите у тех кто был в украине они вам подтвердят у нас нет никаких притеснений мусульман мусульмане всегда счастливо жили в украине всегда я как муфтии могу перед всевышним аллахом свидетельствовать о том что я говорю правду нашим женщинам разрешили работой ходить и учиться и работать хиджабах у нас никогда не закрывали мечети наше государство всячески помогало мусульманам возражать нашу культуру идентичность после советского атеизма после того как советский союз развалился украина возрождала ислам наиболее динамично у нас никогда не было исламофобии мы жили в абсолютной гармонии и братстве с другими народами в первую очередь с украинцами с коренной титульной нации нашей страны у нас есть украинцы принявший ислам у нас мусульмане совершенно разного этнического происхождения и мы жили здесь счастливо до тех пор пока российские бомбы ракеты и танки не начали сыпаться на головы наших детей разрушаются наши дома наши больницы наши мечети уже пострадало две мечети мечеть в константиновке донецкой области и мечеть в мариуполе донецкой области этим людям я не знаю как их еще назвать у них нет ничего святого они уничтожают даже дома всевышнего аллаха ибо вы знаете что каждая мечеть это дом всевышнего аллаха у них нет ничего святого они могут уничтожить дом всевышнего аллаха и им абсолютно не будет стыдно я прошу у вас поддержки максимальной на всех уровнях для украины если мы а мы точно выстоим мы точно отобьемся мы точно освободим нашу страну но нам нужна ваша помощь ваша поддержка и финансово и информационная и вашими молитвами и если есть возможность то и вашими воинами сейчас наша страна организует иностранный легион все воины в том числе и мусульмане которые имеют военный опыт и хотят помочь свободе и справедливости наша страна таких людей принимает священном куране в суре аль-хадж в тридцать девятом аяте всевышний аллах говорит о том что дозволено сражаться тем которые подвергли подверглись агрессии на кого напали и всевышний аллах дальше в этом аяте говорит о всевышний аллах им иншалла поможет то есть нам мусульманам украины которые являются гражданами полноценной частью нашей страны всевышний аллах священном коране разрешил принимать участие в войне против агрессоров которые нам напали на нас напали но есть другой аят священного курана в котором всевышний аллах говорит почему бы вам не сражаться на старине на стороне притесненных мужчин женщины детей которые говорят о аллах дай нам от тебя помощника из избави нас от притеснителей вот этот аят адресован к тем людям которые не являются стороной военных действий если у вас есть храбрость сила и возможность защитить людей которые невинно страдают и убивают то эти люди находятся на пути аллах а один день проведенный на пути аллаха он больше чем совершение хаджа и умры вот если вы сможете помогать нашей стране и мусульманам украины то иншалла за это получите огромное вознаграждение от всевышнего аллаха в жизни этой и жизни следующей поддержите и помогите нам выстоять потому что если россия дойдет до нас она нас всех уничтожит в россии мусульман уничтожают такое же будет ждать и мусульман украины и вы понимаете что жизнь честь и достоинство мусульманина являются неприкосновенными мы защищаем жизни наши наших детей наших жен на наше достоинство наше имущество нашу общую страну для всех мусульман украины и поэтому иншаллах мы находимся на пути аллаха мы находимся на правильном пути ради всевышнего аллаха мусульмане всего мира помогайте нам россия не только убивает мусульман на кавказе в украине в сирии в других местах она делает хуже чем убивает она принуждает некоторых мусульман к лицемерию братья не дайте лицемером руководить вами в имя бога милостиво милостиво и милосердного молитесь за нас помогайте нам потому что мы воюем против сатаны аминь